Доброе утро. Восьмой номер. Лео Жаба. Главный тренер гостей. Разван Луческу. Меня зовут Сергей Кривохарченко. И в составе Паука. Есть ли эти футболисты? Показывают такой же современный Паук. Это тоже любопытный. И Челси. Ну и сегодня уже к ним еще несколько команд присоединились. Игра началась. Сначала очевидно, что этот свист раздается с сектора греческих болельщиков. Короткая комбинация. Простреление самоотдачи. Желание себя проявить. Все в полном порядке будет. Это прекрасно. Атаку даже будет Тинемо. Барфи здесь открывался. Должен, наверное, подключаться к атакам. Но вот сейчас у Паука может получиться что-то на чужой половине поля. Нет. Здесь нарушил матч. Что-то создать у чужих ворот. Пошла подача. Мяч остается в штрафной. И вот только сейчас Кейхил его. И вот он, Маурицио Сарри. Главный тренер. Мне, конечно, интересно, да, что Челси достаточно активно. Он сейчас начинает встречу. Резервным составом передача в штрафную. Здесь не было офсайда, между прочим. Да, действительно, очень опасная атака. И в матче с Топтенхомом потеряно своей половине поля очень опасно. Потому что в коротких контратаках, как сказал Сарри Топтенхом, одна из... Снова Лео Матос. Не очень удобный пас. И это опаснейший момент. И даже красный... Да? Лучше позволить Жеру завершить эту атаку. Вот от Хачериди. Но Евгений здесь в меньшей степени виноват. Хотя подкат, конечно, уже и в этом сезоне. Вот этот пас. И бросается коршуном на мяч. Пасхалакис, Фабригас, разбег. Удар низом. Неожиданный. Отсутствие сегодня в составе Челси. А слили в истории АПЛ уступает только Джермен Дефо, который 24 раза забивал, выходя на замену. И играл в чемпионате Ганн еще в свое время. Педро. И он, как пишет английская пресса, может уйти куда-нибудь в аренду. Жеру из близка. Смотрите, Хадсон Ходой даже извиняется. Его не устраивает недостаток игровой практики. Опять еще неплохо. Атака хозяев развивается. Через правый фланг. Просрел на ближнюю штангу. Вот эту передачу все-таки... Да, прочитал партнер по команде. И еще один пик. Активен, да? Хадсон Ходой под... Папригас. Перевод налево. Хадсон Ходой в дальний угол. Весенгум пока, по крайней мере, Баркли играет налево. И еще один удар. Были ли другие варианты? АПЛ быстро развивает атаку. Но долго принимал решение Александр... Его отдавали в аренду в кристалл Пэл. Ну, с учетом предыдущих розыгрышей, в которых Челси участвовал. Вступаем на позиции голкипера на родине. Здесь положение вне игры. Бок Румынии. Жабан. Удар поворотом. Блокируют защитники Челси. Борьба за подбор. Еще один. Тот налево отдает передачу. Хадсон Ходой. И пас во вратарскую пальцы. Тоснулся мяча. Удар головой после угла. В гриму не случилось контратаки. Лофтус Чиик. Пробил поворот. Какой удар в дальний угол. По уходящий угловой Челси наконец-то выполняет. Высокая на сей раз подача. Мяч всех перелетел. Даня Лофтуса Чиика. Как здорово убрал ложным сдвижением соперника. Двоих обыграл. Ну или вполне обычный полузащитник. А вот когда он глубже располагается, то он является игрой. Вот на правый фланг. За Пакоста. Подача. Нет. Не уйдет сейчас в чемпионате Греции. К Санти. Паока выиграл не пропустить. 2-0. Педрон. Удар вдаль. Никаких шансов не остается. 1-0. Совсем тяжелая ситуация для Паука. К ним касанием. Да. Жеру. После этой передачи Педро. Дальний угол мяч отправляет. Да так, что его конкурент Альвара Марата. В последних матчах выглядел не слишком здорово. Обмены в матче с Тоттенхэмом и сегодняшний гол. Повлияют ли на его восприятие сегодня? Вообще у Челси в Лиге Европы в нынешнем сезоне самая крепкая оборона. Ну, выглядело бы несколько иначе, если бы Паук не остался в меньшинстве. Пришел.